Никто не забыт, ничто не забыто. Ровно в полдень в парке 40 лет победы началось памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. И это совсем не случайно. Подробности в нашем следующем репортаже. Особая, печальная и трагическая дата есть в нашей истории – 22 июня. Для того, чтобы выстоять против фашистских полчищ, победить сильнейшую армию, нашим воинам, всему нашему народу понадобилось напряжение всех сил. За победу пришлось заплатить очень большую цену. В этот день скорбит вся Кубань, вся огромная Россия. Наш народ пережил военное лихолетие, выстоял в этой кровопролитной войне. История, которую все должны сохранять и передавать через поколения – наша настоящая гордость. Это наша военная история. Душевная боль о погибших и одновременно гордость за победу. Благодарность за боевой и трудовой подвиг уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Мы знаем и помним, что Великая Отечественная была войной с нацизмом. Правду об этом мы будем отстаивать всегда. Сегодня мы видим, что нацизм вновь поднимает голову. И более тысячи наших земляков участвуют в специальной военной операции. Спасают жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Отстаивают то, за что сражались деды и прадеды. Благополучие и безопасность Родины, мирную жизнь граждан России. Никто не совершил большего подвига самопожертвования, чем наш народ. Об этом необходимо говорить. Но память о защитниках Родины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость, будет жить в наших сердцах вечно. Мы низко кланяемся всем ветеранам войны, воевавших на поля сражения. Труженикам тыла, самоотверженно трудившимся на фронтах. Низкий поклон за их подвиг, за чистое небо, за мирную жизнь, за будущее наших детей. Вечная слава героям! По традиции, ровно в 12 часов 15 минут была объявлена Всероссийская минута молчания. Именно в это время, 83 года назад, жителям Советского Союза сообщили о нападении фашистской Германии в начале войны. Затем состоялось возложение живых цветов и венков к вечному огню и мемориалу павшим героям. Это скромная дань памяти тем, кто в сражениях отстоял независимость нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Поклониться памяти павших пришло немало молодежи, для которых наша история не пустой для сердца звук. Сегодня 22 июня. Мы пришли сюда, чтобы поучаствовать в торжественном мероприятии, день памяти и скорби. Вспомнить наших прадедов и дедов. Они сражались за Родину. Вечно им память. Для нашей страны памятная дата. Немецко-фашистские захватчики напали на нашу страну. Я считаю, что мы должны помнить этот день. Подвиг солдат Великой Отечественной войны всегда в нашем сердце. Мы не забудем. Торжественные мероприятия с возложением цветов к мемориалам сегодня прошли по всему Славянскому району. Вахту памяти от ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны принимают и продолжают представители молодого поколения, которые воздают должное подвигу солдат Победы. Военно-патриотическая выставка была представлена вечером в Северном парке. Центр патриотического воспитания детей и молодежи города Славянска на Кубани проводит историческую выставку, посвященную этому празднику. На выставке представлены экспонаты оружия, фляжки, старые образцы мин и противогазы. Также представлена сборка-разборка автоматов, где каждый может попробовать себя. Никто не забыт и ничто не забыто. И пока жива эта священная память о подвиге героев, мы будем изо всех сил противостоять любому неприятелю. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok